Мы сейчас находимся в Чуйской области. Ребята, хулиганим! Это мой рай! Вот твоя машина. Сюда грузим и перевозим сюда. То есть вы самый независимый и настоящий фермер? Да, вот так получается, да. Классно! Хорошо. Женщины Кыргызстана, они такие, да? Да. Синие. 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 Диа varying комтора. Но и пара отталях, они приближали. Синие. 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 В Синие. Синие. кому мы пришли в гости у вас тут еще конференц-зал есть что ли? вот здесь работают наши пленеры агроном здесь постоянно обучают наших пленеров и сколько стоит обучение? бесплатно у нас это наши пленеры до 2009 года ягодный сектор работаю раньше был фермером сажал клубику, помидор, огурцы потом 2014-2013 года уже начал выходить на экспорт Казахстан, Россия сейчас на данный момент в год мы экспортируем где-то 4-5 тонн ягод как урожай в этом году? расскажите урожай в этом году хорошо, но покупать их мало дешевле сейчас а почему мало? потому что урожай много, да? нет, урожай нормально просто сейчас у нас теплее, поэтому быстро они краснее поэтому дешевле, дешевле стало а то чуть, ну нормальные были бы, если вот такие бури бури вот такие тогда дорогой, дорогой мы продавали бы вот это дороже да, вот это за 3 дня вот можно жить а потом потихонечку краснеет а вот это на варенье сразу а мы сейчас на варенье сдаем ай, обидно, да? жалко, да то есть вам она не на раку в мае такая жара в прошлом году мы продавали, мы собирали клубнику 20 мая, 19-18 мая а в этом году 10 мая пораньше сколько примерно фур уходит за один сезон? просто хочется понять насколько масштабно а примерно? примерно больше 200 100 фур, да? а в фуре сколько тонн или килограммов? один фур, почитайся, 9-10 тонн в день до, ну максимально до 7 фур отправляем в день а так посредние 3-4-2 фур каждый день понятно с какой площади полей сюда клубника завозится? на сколько это большой пункти фура? ну просто хотя бы в среднем ну вот здесь только 160 гектар а потом еще ну дальше солото привозят с партизана ну около 500 тысяч, наверное, выйдет вот сейчас, допустим, эту фуру грузят, да? это куда фура поедет? на Тольяке то есть в основном Россия, да, отсюда уезжает? Казахстан, Россия ага ничего дальше нету, да? ну пока не знаю, может есть да, наша клубника вкусная ароматная но, увы, недолговечная как, в принципе, и любой другой фрукт, ягод, овощ поэтому далеко уехать она просто физически не может слишком быстро портится именно поэтому мы пригласили в Кыргызстан ребят из Голландии представителей компании Перфотек телег познакомился с ними на выставке в Мадриде и уже тогда понял это то, что нужно именно нам они приехали в Бишкек специально чтобы показать свой инновационный пакет это не просто пленка а умная упаковка которая помогает ягодам дышать и сохранять свежесть в два раза дольше такого в СНГ больше нет нигде а у нас теперь есть присоединяйтесь к центрально-азиатской ассоциации годоводов и у вас тоже она будет все овощи и фрукты даже после того как они собраны они продолжают газообмен то есть дыхание грубо говоря это очень специфичный момент о котором обычный покупатель никогда даже и не задумывается газообмен клубники совершенно другой нежели газообмен болгарского перца к примеру и их продукт их продукт дает возможность измерить уровень дыхания и газообмена каждого продукта в каждой локации и дать максимально хорошие условия для его хранения то есть с помощью этой пленки значит нынешнее нынешнее отсутствие упаковки или упаковка которую используют приводит к тому что ягода значительно теряет весе после транспортировки у нее ограниченное количество жизни количество хранения она ухудшается в общем в в качестве и также покрывается плесенью чтобы делать ее невозможно для потребления их фишка в том что это заплатентированная технология и эта технология пока работает только в Европе и в Америке то есть Казахстан будет первой страной в СНГ которая начнет применять эту технологию но вы сами увидели то что среди их партнеров есть такие крупные сети как Walmart Costco это крупнейшие сети и они оказываются своим поставщикам говорят идите упаковывайтесь у ТВТ то есть мы не хотим чтобы наша продукция меньше стояла и они отправляют своих поставщиков к ним для того чтобы потом они им сделали вот эти лагеря а сколько дополнительно затрат вложиться допустим на килограмм это будет ну давайте я уже так как мы эту тему углублялись я так предполагаю что на килограмм может быть до десяти сомов это может быть до десяти сомов на килограмм почему мы поняли то что для нас это может быть ключом к открытию новых экспортных рынков типа Москвы или Китая или Объединенных Арабских Эмиратов как раз таки заключается в том что не вкладывая огромные деньги в оборудование регулируемое газовое среди огромные деньги в ту модель которую для нас это очень капиталоемко есть презентация есть информация это все красиво смотрится но мы сразу же им на презентацию приедут экспортеры давайте мы выберем трех экспортеров и дадим им на пробу но единственное одно мы должны понять то что сейчас они принесли три разных вида три разных количества отверстий в перфорации то есть это нет сейчас пока оптимального то есть обычно как стандарт отверстия должен быть клубик клубика которая собирается ее получается специально кладут в оборудование где забирается скорость дыхания исходя из объективных данных делается количество отверстий здесь они вам дадут три разных типа отверстий то есть например 10 отверстий 20 отверстий 30 отверстий и но вы и потом вы например будете их хранить и вы для себя примете решение скорее всего например одно из них лучше всего себя покажет так как у нас нет пока в предстании антурдония забирающего скорость дыхания нет самого оптимального потому что со временем может оказаться так что надо сделать 17 отверстий а вы сейчас получите 10 20 30 какая мы взяли у одного фермера вот он прямо сейчас берет и берет конфет и как его ящики и вот это будет например контрольная вот сейчас осен прописывает это контрольная так как условия сейчас здесь именно у этого экспортера они вот такие они получается сейчас берут и они дали из трех разных вариантов два у которых больше всех отверстий больше всех перфораций но они он говорит даже этих количествах перфораций по-хорошему здесь не хватит если бы они знали то что надо дать лайнеры лайнеры у которых для такой температуры сейчас я не знаю здесь явно где-то плюс 25 градусов вот минимум плюс 25 градусов соответственно они бы приготовили другие лайнеры с гораздо большим отверстием и это это больше подходило бы для этого места эксперимента и для этой температуры но они наверное в следующий раз сейчас вернутся еще раз отправят но уже с максимальным количеством отверстий и потом мы еще раз проведем этот тест но это тоже так как они приехали мы решили что пусть они нам покажут как их надо запаковывать как это все работает процесс показать а потом дальше уже без участия они смогут это сами делать это больше такое обучение тем интереснее какой будет результат да мы даже этот результат посмотрим итак мы загрузили несколько ящиков клубники в экспериментальные пакеты перфотек двадцать первого мая теперь ждем двадцать восьмого мая чтобы открыть холодильник и увидеть разницу как чувствует себя клубника в инновационной упаковке от наших голландских партнеров и та что лежала рядом но без защиты в тот же день мы заехали ко второму экспортеру к Зухрей Дже чтобы эксперимент был честным взяли клубнику с другого поля и здесь как и раньше поместили ягоды в пакеты перфотек на неделю проверим если результат устроит продлим еще на семь дней привезла с поля сегодня и домой клубничку и честно не могу просто налюбоваться не могу нахвалить вот казалось бы тот самый сорт альбион который так часто говорят что вот в Америке он невкусный у нас на нашей земле просто все бесподобно вкусное она и большая и ароматная и сладкая и вот просто посмотрите какие размеры да сколько штук и будет килограмм в общем я получаю удовольствие а выдачи окши и и и и Субтитры подогнал «Симон»